Привет, солнышко! Это озвучка манги «Преимущества голубого неба» с первой по десятую главушку. Озвучили Эллис и Мартель. За перевод спасибо команде «Черри Манга». Все важные ссылочки есть в описании, а мы начинаем приятного просмотра. А? Кто это? Ты вернулся, Хилл! Сиань, прости, что заставил так долго ждать. Ты уже закончил свои дела? Да, я сделал сегодняшнюю часть работы. Такая хорошая погода. Не хочешь прогуляться? Ты же устал, Хилл. Я хочу быть таким королем, который будет заботиться о своем народе. К тому же, этому миру нужен свет, чтобы существовать. По крайней мере, я так думаю. Да, верно сказано. Эй, Сиань. Да? Отныне я хочу, чтобы ты всегда была рядом со мной. Да, я буду. Куда бы ты ни пошел, я буду рядом. Правда? Хорошо. Потом королевство начнет процветать, и настанет мир. Но потом, их судьба изменится. Когда мир погряз во тьме, родились те, кто принесет свет. А? Люди, которые еще не знают об этой тьме. Отрывок из книги «Бытия». Дворец королевства «Берестейн». Дворец королевства «Берестейн». Что? Учитель Фалайца. Здорово. Как дела? У меня... нормально. Что-то случилось? Нет. Я просто хотел увидеть своего любимого ученика. Почему ты зашел без разрешения? Зачем эти формальности нам? Ты не должен так делать. Очень спешил к тебе. Спешил? Поступил приказ о том, что завтра утром нужно отправить войска на юго-восток. Как узнал, сразу пошел к тебе. Этот приказ... А, я вспомнил. Это граница с королевством Иусен. Мы с ним когда-то воевали. Верно. Сегодня утром вражеские войска перешли границу. И начали открытые военные действия. Вот в чем дело. Что мы знаем о противнике? В ходе следствия мы узнали, кто руководит армией. Руководитель войска Иусен это Ангел. Что? Ангел? Получается... А? Ты больше не хочешь ничего сказать? Да. Существовали ангели тысячи лет назад. Да. Почему это Ангел? Я знаю лишь, что Ангел это седьмая принцесса Иусена по имени Сиань. Ей шестнадцать лет, при себе всегда носит меч, у нее светлые волосы и голубые глаза. Прям непобедимая женщина. Такая красотка, главное не влюбить в нее. Мог бы и промолчать. Я здесь слишком долго. Уже должен быть на тренировках. Кажется, у тебя много дел. У меня есть для тебя поручение. Поручение? Ты должен победить Ангела. Ты справишься. А? У тебя все получится, Хилл. А я управлять войском буду. Удивительно. Все будет хорошо. Только не смей жалить ее из-за того, что она Ангел. Хорошо. Не забывай, что будущее зависит от тебя. Враг – это враг. Я знаю. Тогда я пошел. Дорогой мой ученик, будь готов к оружию и колдовству. Да. Пока. Он как визер. Мне нужно подготовиться к завтрашнему дню. Меня беспокоит этот Ангел. Откуда она появилась? Ангел? Мне хочется узнать больше о ней. Она правда Ангел? Пытаясь подготовиться к тому, что я должен ее победить. Но как только думаю об этом, сразу начинает болеть сердце. Правда. Очень странное ощущение. Я не хочу думать об этом. Как больно. Пытался себя убедить, что все придумал. Но боль в груди не исчезала. Столб света. Лепесток света. Моя цель. Шквальный ветер. Вспышка света. Ох. Я сейчас умру от холода. Кто этот парень, который колдовал снаружи? Ты знала? В этот раз принц Хилл тоже видит на поле битвы. Слышала, что говорил Фалайдзе. А? Я слышала, он говорил принцу, что нужно укрепить армию. Но когда я смотрю в его красивые глаза. Красивые глаза – это символ дьявола. Они притягивают несчастье. Все боятся, что именно из-за него государство может пострадать. Насколько он будет еще править? Что такое? Сплетничайся о принце. Ох, принц Зауэр. А нет, конечно, нам срочно нужно идти. Что? Что они обсуждали? Что-то взорвалось. Хватит прекратить обсуждение. Я должен идти. Извините. Хорошо. Я нашел тебя. Эй, Хилл. М? Даже вечером ты чувствуешь себя прекрасно. Зауэр. Девятый принц королевства. Берстейн. Зауэр. Даумалина. А, красноглазный принц. Давно не виделись. Что ты здесь делаешь? Слышал, что тебе приказали покарать ангела. Я тоже с тобой пойду. На войну. Хм. Твой противник. Ангел. М? Это так смешно. Монстр должен убить монстра. Зауэр. Как будто битва между чертом и ангелом. Что за бред? Ты слабее, чем фалайцы. Надеюсь, что из-за тебя наше государство не пострадает. Зауэр. Ты должен слить за народом и королевством. Тогда откуда у тебя есть свободное время, чтобы глумиться надо мной? Подожди. Ты меня неправильно понял. Успокойся. Я просто сказал то, что о тебе думают другие. Не буду разбираться. Перед войной я должен избавиться от всяких слухов. Копьё, появись. Большая медведица. Ты можешь посмотреть, как я уничтожу своего противника, принц? Я убью её. Появись. Копьё, Большая медведица. Что? Так быстро? Неужели ты... Тебе ещё рано нести ответственность за государство. Не повзрослел. Это должны были сказать другие члены королевской семьи. Я презираю тебя. Мог провести своё время с пользой, но тратишь его, чтобы унижать меня. А? Что? Всё же лучше сначала узнать человека. Вдруг я не такой великодушный. Больше не смей меня беспокоить. А? Ты только что хотел убить меня? Зуб за зуб. Глаз за глаз. Кажется, ты перестарался. Сам виноват. Кстати. Ты что-нибудь знаешь об Ангеле? Что? Я рассказал всё, что слышал. Говорят, что она вовсе не Ангел, а просто похожа на него. Что ещё? Больше ничего. Я знаю людей, которые могут предоставить тебе информацию. Правда? Это хорошо. Хилл. Хоть твои речи неплохи, но и всё-таки члены королевской семьи. И если завтра ты не выполнишь свой долг, я тебя не прощу. Да. Почему я так сильно злюсь? В отличие от него. Меня не интересуют дела королевской семьи. Я мог бы ему так сказать. Ему нравится быть членом королевской семьи. Может, мне получше всё обдумать? Просто он хотел отыграться на мне. Красные глаза – это символ зла. Если такой человек есть в королевской семье, то люди начинают беспокоиться. Может, они правы? Почему я родился с красными глазами? Хотел бы я знать причину. Ох, так ветрено. Воздух такой свежий. Принцесс Луэн, что вы здесь делаете? А? Ваше Величество, начальник Луэн-сы ищет вас. Сюда вход воспрещён. Прости. Прости. Ваше Величество, что такое? Да, ничего. Скажите, может, я сейчас приду? Удачной дороги, Легэ. Удачи. Седьмая принцесса королевства Иосен. Лу из старии Илусейн. Кажется, погода сегодня хорошая. Да, таким образом мы наконец-то объявим началь войны. Маг королевства Илуэн. Лу-ны-сы. Ничего страшного, что мы это сделаем через Легэ. У него лента на лапке. Именно лента должно донести наше намерение вражескому государству. Всё пройдёт хорошо. Это тебе не игра, это война. Наша цель – шестой принц Ихил Фаталиде. По-другому его зовут Красноглазый или же Сын Сатаны. Сын Сатаны. Красные глаза. Я слышала байки о нём, но не думаю, что он будет нашей целью. Чего ты так беспокоишься? У тебя так морщины у нас останутся. Что? Ты редко так делаешь. Не стоит делать такое лицо во время войны. Я не специально делаю такое лицо. На самом деле, я сама себя не понимаю. Беспокоиться из-за войны как-то мне на душе нехорошо. Поэтому, чтобы перестать беспокоиться, мне нужно на что-то отвлечься. Что же мне и поделать? Точно. Веришь ли ты в свою судьбу или нет, это уже твоё дело. Ваше величество, между нашим миром и Раем уже давно нет связи. Принцессы, вы знали об этом? Да, к тому же. Около семи тысяч лет назад Раи отвоевали между собой. Поэтому ангелы больше не помогали нашему миру, так ведь? Да, верно. Даже зная всё это, не понимаю, почему я похожа на ангела. Если подумать, мальчик, который приносит несчастье, и девочка, которая приносит удачу, родились в одно время. Молодые люди приходят с врагами друг к другу, и впервые встречаются на войне. Я думаю, что на войне ты сможешь всё понять. Поэтому я считаю, что именно ты должна выполнить эту важную цель. Цель? Тебе нужно уничтожить. Принц Ахила. Да, скоро буду на месте. Хилл, ты готов? Учитель. Соберись. Да, мы идём. Иди быстрее. О, извини. Пора идти. Надеюсь, удача улыбнётся нам. Отправляемся на равнину Эльва. Транспортировка. Это же... О, плохи наши дела. Крепость. Что? Первый министр. Мы не выдерживаем. Наконец-то вы здесь. Нам нужно подкрепление. Доложите ситуацию. Магический барьер уже разрушен. Да, он ослаб. Да? Вы сделали всё, что могли. Теперь наша очередь. Спасибо. Подождите. Опасность. Наклонитесь. Учитель. Разойдитесь. Звезда. Здесь войско для подкрепления. Атакуйте. Вот и враги. Вперёд. Да. А-а-а. Что? Хорошо, Ваше Величество, нам тоже пора идти. Поднажми. Да. Мы должны захватить эту крепость. Пошли. Меч-метеорита. Полярная звезда. Отвратительно. Впереди ещё один. Чёрт. М? Ох. Что? Что? Ты хорошо дерёшься. Спасибо за комплимент. Но... Селенок у тебя не хватает. А? Магический барьер, Света? Она может отражать атаку магическими взгляданиями. Если она слаба, то моя магия должна сработать. Истинное оружие. Ты слишком слабая. На самом деле, внешность ангела это всего лишь заклинание? Я не обязана тебе ничего объяснять. К тому же я знаю. Но... Даже так. Я должна победить тебя, красноглазый принц. Ты вообще ничего не понимаешь. Если ты ангел, то это я должен победить тебя. Если это так, тогда всё понятно. Все тебя боятся, потому что ты похож на владыку загробного мира. Я не слабая. Я знаю, что пока я одержусь, могу одержать победу. Я не знаю, почему родилась с крыльями. Я не понимаю саму себя. Поэтому хочу узнать правду. Мы с тобой похожи. Я не боюсь твоих красных глаз. Я не должен её слушать. Что происходит? Я не поддамся. Она враг. Не пытайся меня обдурить. Ледяной свет. Барьер света. Какой же он сильный. Я не могу противостоять. Позови меня по имени. Встретимся на границе. Этот звук... Это атакующая магия. Камень. Мне некуда бежать. Это конец. Голубой слишком бросается в глаза. Взрыв сверхновый. Ах, ярко. Ничего не видно. Подождите, что? Нужно срочно защитить людей. Ледяной барьер. И правда, слишком сильная магия. Неудивительно, если будут жертвы. Никто не думал, что будет столько. Да, принц Хилл? Хм. Что? Я... Ничего не поделаешь. Придется спуститься. Даже не могу понять, что я сейчас сделал. Защитная магия на миг смогла сопротивляться. А потом... Перешла в мой меч. Что? Я же ударил ее со всей силы. Но я... Черт! Она смогла в последний момент уклониться от меча. Хм. Он всегда все делает по-своему. Вот как ты решил. Хилл. Упала в обморок? Хилл. Что ты с ней делаешь? Ты... Правда... Должен ее добить. Мм. Я знаю. Я разберусь с принцессой. Ты... Уверен в своем решении? Я не знаю. Ты не знаешь? Как член королевской семьи. Я не допущу, чтобы твой поступок нарушил спокойствие нашего королевства. Конечно. Я должен победить врага, чтобы защитить народ. Но даже так. Я все равно не хочу убивать ее. Ах, я не понимаю, почему ты так поступаешь. Но пока ты сопротивляешься, я не могу убить ангела. Ты предатель. Я убью тебя здесь. У принца вражеского королевства действительно красные глаза. Не знаю, почему, но я волнуюсь. Я в замешательстве. Кроме его титула, что в нем особенного? Меня называют непобедимая женщина-полководец. Поэтому я должна оправдать ожидания. Почему? А? Слезы? А? Я все еще жива? Уклонилась от его атаки? А потом, наверное, потеряла сознание. Но ко мне остался след от оружия принца. Что происходит? А принц Хилл? Хилл, что такое? Ты же должен все понимать. Как же кружится голова. Какой же ты неженка. Твое оружие работает от магии. Но оно не может действовать в полную силу. Ты слишком слаб. Так много времени прошло с первой нашей битвы. Я надеюсь, что ты выживешь, Хилл. Хоть ты и преступник, и у тебя нет права на жизнь. У меня было две возможности убить ангела. Первая, когда я увидел ее и направил оружие. Вторая, когда учитель напал, и я защитил ее. Решил оставить ее в живых. Огонь Искра! Я выбрал врага ангела, а не свое королевство. Предал своих людей. Если мне суждено умереть от рук моего учителя, пусть так. Не убивай его! Не убивай его! Почему ты хочешь его спасти? Эй, ангел! Уйди! Тебя наш спор не касается. Я не уйду. Принцесса, вы сошли с ума? Вы сейчас так же безрассудны, как и наш принц. Я не сумасшедшая. Ты стоишь напротив меча и держишь его голыми руками. Так что нормальностью тут и не пахнет. Правда, это уже совсем не смешно. Вы оба думаете, что это просто игра? Из-за своих личных переживаний поставляете под удар свои страны. Вы два идиота. Нас окружили. Что? Салют. Серые глаза и волосы. Это же маг королевства Илусен. Кажется, где-то я его видел. Ладно, я слишком много думаю. Луна? Я давно слежу за вашим боем. Но вместо достойной борьбы я увидела какой-то спектакль. Фалайдзи, опусти свой меч. Оглянись вокруг. Пока вы здесь спорили, крепость оккупирована. Ситуация плачевная. Вы уже ничего не сможете отменить. Что? Ты хочешь, чтобы я сдался? Я все еще могу драться. Да. Знаю, что ты очень сильный. Также знаю, что у тебя сейчас огромные проблемы. Больше не хочу никого убивать. Я хочу, чтобы мы пришли к какому-то разумному решению. Но отойди. Хилл, не возвращайся. Эй! Ты помог своему врагу. Тебя не простят. Ты изгнан из королевства Бернстейн. Быстрее! Уходите! Уходите! Принц? А? Ну, почему он должен уходить именно таким образом? Чувствую облегчение. Кажется, этот принц и правда тот самый. Всего лишь. Все-таки красноглазый принц должен почувствовать боль. Принц, тебя ранили. Тебе нужно срочно обработать раны. А? Не нужно беспокоиться обо мне. От тебя только проблемы. Я все еще твой противник. Ты сейчас... О чем ты говоришь? Ты человек. Послушай, Хилл. Хоть ты и враг. Я не могу бросить человека, который нуждается в помощи. Если тебе нужна помощь, я помогу тебе. К тому же, ты же больше не принц. Поэтому ты больше мне не враг. Пока не разберешься со своими проблемами, я буду рядом. Воспоминания. Ангел. Что? А? Хилл! Как же больно. Эй, здесь опасно. Он потерял сознание. Даже сейчас я не могу заставить себя его убить. В действительности я сейчас могу поронзить его сердце. Но зачем? Я надеюсь, что он выживет. Подожди, принцесса. Как больно. Что ты делаешь? Думаешь, обнимашки помогут ему восстановиться? Нет, извини. Луна обратила на него свое внимание. Все хорошо. Сначала мы оккупировали ближайшую крепость. Что? Крепость Лусян? Да. А что насчет него? Все нормально. Если будут проблемы, я их решу. Я это делаю не только ради тебя, но и ради себя. Что? Я и Луна... Давай быстрее, все беспокоятся о нас. Хорошо. Луна, Рана не сильно болит? Да, это непростительно. Он ранил мое сердце. Следующие главы вы можете посмотреть на канале Матеря. Ссылочка на него будет в описании. Еще раз спасибо за перевод команде Череманга. А на этом все. Не забывайте подписываться и включать колокольчик, чтобы не пропустить помнение о новых роликах. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.